О том, что уже сделано и о том, что предстоит, прошла отчетная встреча Акима Кинжикольского сельского округа перед населением. Какие изменения будут в 2022 году и что волнует сельчан, подробнее расскажем в сюжете. Озеленение водопровод, установка детских площадок, транспорт, уличное освещение. В 2021 году в Кинжикольском сельском округе работа улучшилась во всех сферах. В 2021 году проведен средний ремонт дорог на двух улицах села Кинжиколь общей протяженностью 0,6 километра на сумму 15 миллионов 456 тысяч тенге. По словам Акима сельского округа, многолетняя проблема с отсутствием мусорных свалок была решена. Однако при непосредственном участии Акима города Павадара решение данного вопроса найдено. Для вывоза мусора с территории нашего округа предусмотрена свалка Залинского сельского округа Павадарского района. Аким города Сейн-Байханов дал несколько поручений на предстоящий год, среди которых завершить вопрос с подключением центрального водоснабжения. Доступом к централизованной воде составляет 100%, но здесь необходимо отметить, что практически 64% населения только подключено к центральному водопроводу. В Кинжиколе это 73%, Байдала долго, пока подключений нет. Здесь я поручаю местному Акимату и Акиму села взять на контроль работу по подключению всех домов к центральному водопроводу. Жители села задали свои вопросы городоначальнику и Акиму сельского округа. Доль трассы республиканской Павадар-Симпалатинск затянулась на несколько лет уже, да, это ремонтные работы по строительству дороги. И в целях безопасности у нас до сих пор нет ни фонарей, да, освещений, наверное, у всех этот вопрос на устах, ни знаков. У нас есть четкий график и понимание, что в этом году они должны завершить. И в конце концов жители Кинжиколе, Байдалы долго, да и в целом области, которые в этом направлении едут, уже ездили по, скажем так, новой дороге. Они освещение обязательно будут делать. И все, что сейчас не доделано, это просто связано с зимним периодом. Они планируют завершать вот этой весной уже. При небольшом усилении ветра у нас на линиях электроснабжения идут массовые обрывы. То есть, получается, свет отключается не только в определенных там районах нашего поселка, а практически, можно сказать, везде. Мы отправили запрос в ООП «Аладар» в проект, чтобы выяснить причины вот таких аварийных отключений. На что мы получили ответ, что в текущем году, в 2022 году, ими запланированы ремонтные работы. Развитие сельского округа – это не только то, что уже сделано, но и то, что запланировано. Так в селе появятся две новые детские площадки и спортивный комплекс. В текущем году выделено 38 млн 103 тысяч тенге на уличное освещение. На оформление сети электроснабжения – 5 млн 175 тысяч тенге. В этом году будет проведен средний ремонт асфальтирования дорог на пяти улицах села. Это в протяженности 3,9 км на сумму 339 млн 662 тысячи тенге. Это улицы Сатарханово, Егемен, Аксусская, Балашак, Джульковстан. На сегодняшний день завершена процедура госзакупок. Определен подрядчик. В июне месяце начнутся работы. Судя по плану запланированных работ, можно с уверенностью сказать – жизнь в сельском округе будет только улучшаться.